Дело в том, что, ну, условно, касается это лекарственного средства, биотехнологий, любых наукоемких таких проектов. У него есть, грубо говоря, три стадии. Первая стадия — это лабораторная стадия, и проходит она, собственно, исходя из названия, в лаборатории, и финалом этой стадии является такой некий лабораторный прототип того, что вы создали. Вещество, прибор, неважно. Вторая стадия — это стадия масштабирования, в которой вы проходите, значит, процессы уже полупромышленных каких-то наработок и так далее. И третья стадия — когда этот проект, продукт ваш, он интегрируется уже в то производство, которое есть, либо создается новое производство под него. Так вот, первая стадия лабораторная в России, она из-за того, что у нас хороший базис сейчас советского времени остался, потому что здесь очень много науки, именно прямо вот настоящей науки. Вот этот сегмент, в нем действительно очень много хороших, очень интересных разработок, новых действительно. Последний сегмент, промышленный, так или иначе существует, но хоть в какой-то мере. Но вот это расстояние между лабораторией и производством, то, что называется масштабированием, он отсутствует практически напрочь. У нас нет даже школы, по большому счету, не выросло тех специалистов, которые должны здесь находиться. Вот у нас на факультете есть, образовалась новая программа магистрская по биоэкономике. То есть вот задача этой учебной программы как раз создавать те самые кадры, которые бы брали разработку вместе с разработчиками, масштабировали ее, контактировали ее с промышленностью и выводили бы ее дальше в промышленность. Поэтому вот этот серединный сегмент, еще раз повторюсь, он, конечно, у нас очень слабоват. Он вообще везде очень-очень опасный, то есть здесь очень много проектов может просто быть неэффективными, хотя лабораторный уровень показывал, что все очень здорово и замечательно.